Саш, 22 июля. Ты просыпаешься, будучи абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мухаммеда Али. Вот твои чувства, когда ты проснулся, поменялось что-то в тебе? Знаете, что я сразу сделал? Я, во-первых, лег где-то в часов 8, наверное, утра или там 7 с чем-то. Ну, я имею в виду, там, наверное, заснул к этому времени. Проснулся там часиков в 10, начало 11, просто так вот, бум, у меня открылись глаза. Катерина собиралась, она в другой гостинице жила, собиралась уезжать, потому что сумку надо было собирать, уезжаем же. Она там что-то ходила, суетилась. Вот я ни о чем не думал, о том, что я взял молитвослов и начал читать утреннюю молитву. Зажег свечку, встал и читал утреннюю молитву. И, ну вот, прочитал утреннюю молитву, потом сел, прочитал благодарственную и думаю, ну вот, закончилось то, к чему ты шел, то, о чем ты думал. Слава Богу. Ну, так спокойно очень. И сейчас, в принципе, я так же думаю. Такие же ощущения. О самом бое мы еще обязательно поговорим. Но очень интересна твоя подготовка, которая прошла со семью печатями, никто не знал подробностей. Что ты можешь сейчас рассказать об этом? Сейчас я могу сказать, что я очень благодарен Анатолию Николаевичу Ломаченко за то, что он согласился, не то, что согласился, а то, что он помог мне сделать то, о чем я думал, о том, о чем я мечтал, даже еще не будучи профессиональным спортсменом. Это вот пояса, абсолютный чемпион мира, а еще и так в совокупности кубок Мухаммеда Али. Когда я ездил в Нью-Йорк на поединок Василия, когда он боксировал с Ленаресом, я там с Анатоли Николаевичем разговаривал о том, что единственный, кто может мне помочь подготовиться к этому поединку, это вы. Потому что, ну, или я буду это делать сам, или вот с вами. И он сказал, что да, я помогу тебе. Мы, они приехали в Киев. Эдуард Виктор Исаматкал, Владислав Александрович Биндер помогли в организации такого лагеря тренировочного. Никто не знал, где мы находимся. Посты там или еще что-то я не выкладывал. Ничего такого мы не афишировали. Мы просто закрылись. Я так, промил на словах сказали, я так себя поджег и вот на протяжении двух с половиной месяцев горел. Вот чем вот это горение отличалось от предыдущих подготовок? Меня в предыдущих подготовках не трясло. В прямом смысле слова не трясло. Не трясло от того, что вот прошла тяжелая работа, я сижу уже, когда закончилось, смотрю, а у меня трясет. Я думаю, ого, что происходит? Я разговаривал с Василием Анатольевичем Владимировичем, когда я говорю, брат, говорю, трясет. Он говорит, Саня, это, это хорошо, ты на правильном пути, так и надо, говорит, мужчина. Я говорю, брат, потрясывает. Он говорит, да сейчас пройдет, не переживай. И вот эти потрясывания были на протяжении вот лагеря разиков, наверное, пять. Я слышал, что у тебя было, скажем так, немало спарринг-партнеров в этом подготовительном вот периоде. Так ли это? Сколько было? Сколько было? Ну, не знаю, человек, наверное, до десяти было. Такие самые основные, которые беспощадно ко мне относились, без никакого, я имею в виду, уважения в ринге. В плане того, что они отдавались полностью на тренировках. Это, наверное, Александр Гвоздик и Роман Капитоненко. Наш старый друг сборной команды Украины, да, это заслуженный мастер спорта Украины. То есть он, ну, он копировал все, что ему Анатолий Николаевич говорил. Надо вот так вот, он просматривал бои и делал все на высшем уровне. Тебя пытались сделать несколько другим, чем ты был, исправить ошибки, или просто оттачивать то, что в тебе есть лучшее? Анатолий Николаевич не делает этого. Он не меняет, он просто делает свою работу. Мы уже очень давно, я в аматорах присоединился к их семье, да, и вот мы начали трудиться. Потом мы были в ВСБ. На протяжении всей моей профессиональной карьеры он первый бой со мной. Все-все-все поединки там, где получается, он, они рядом, он Василий. Это, знаете, это дорогого стоит. Когда они рядом, я вообще не переживаю, вот мне так радостно, когда вот они рядом. И я уверен. Ничего не меняет, просто мы оттачивали какие-то, не то, что какие-то, а свои комбинации, которые нам нужно конкретно будет делать против Мурата. То есть мы смотрели его поединки, крайние его поединки. Нам не нужно было смотреть все его поединки. Мы смотрели крайние его поединки, что он делает, и оттачивали вот на протяжении этого времени вот одно и то же. Можно сказать, что вот когда ты с этой командой начал работать, ты, вот моральное твое состояние было такое, как надо. Да ты был спокоен. До начала тренировочного лагеря внутри меня было очень много вопросов. Если прямо сказать, это такая была легкая паника, что делать, да? Потому что это серьезный поединок. Когда мы приехали в лагерь, когда Анатолий Николаевич заехал, Андрей Борисович, Саня, Серега, Валик Литвинчук, это тренер по физподготовке. Когда мы вот, у меня вообще никаких вопросов не было. Я в какой-то период просто даже начал молчать. Я просто делал вещи и просто молчал. Они так смотрели и что-то он молчит, что он не разговаривает. Ну, я просто ходил и молча радовался. Уже не первый раз так складывается, что ты начал подготовку. А параллельно организация Всемирная боксерская суперсерия вела переговоры, где проводить бой, когда проводить бой. Ты этого всего не знал. Насколько ты был погружен в эту тему? Был ли ты в курсе или ты не отвлекался на это? Меня даже не ставили в известность этой темы. Команда максимально оградила меня от этого. Александр Красюк, Эгис Климас-менеджер, Андрей Борисович, которые участвовали вот в этих разговорах, переговорах. Я вообще ничего не знал. Я был максимально в тренировках, максимально в хорошем настроении, отдыхе, питании, массаже. Вот все, что нужно было для моей подготовки, то есть какие-то организационные вопросы, они вообще меня не касались. Мне нужно было прийти в зал и выполнить задачи, которая передо мной стоит. Мне нужно было прийти на кухню, поесть и пойти отдыхать. Или прийти, лечь на кровать и поспать. Вот только вот такие простые вещи, которые все остальные от меня их просто убрали. Вот когда тебе уже окончательно сказали, Саша, все, 21 июля, Москва. Твоя реакция? Отлично. Все, я еду, мне это нужно. Ты ехал не куда-то, а за чем-то? Да. Я не куда-то ехал, я ехал за чем-то. За ними и за ним. Можешь ли ты сказать, что вот этот бой, это был твой лучший бой в профи, твоя лучшая версия? Да. На данный момент это была лучшая версия Александра Усика. Я еще не видел раскладки по количеству нанесенных ударов с твоей стороны, со стороны Мурата. Но иногда складывалось ощущение, что ты наносишь ударов значительно больше, чем ты это делал в предыдущих поединках. Ты такими количеством серий в течение раунда делал. Это действительно так? Вы это нарабатывали в тренировочном лагере? Да. Работать колоссально серийно вот так вот. Надо было пробить атаку, сделать повторную атаку, еще одну повторную атаку и по возможности еще две повторные атаки. Ну, не меньше трех. Если говорить так, со слов Анатолия Николаевича, не меньше трех. Атака, повтор, повтор. Ну и по возможности уйти еще один повтор. Фактически за весь поединок ты не дал Мурату загнать, вот как удав, загнать соперника в угол и там уже решать вопросы. Ты вот настолько передвигался, что как только вы подходили, ты уходил, ты менял углы и так далее, и так далее. Это тоже обсуждали эти моменты. Мы вообще готовились к этому поединку в очень маленьком ринге. Не в таком ринге, в котором боксировали. Ринг был три на три. И в этом ринге мне так тяжело было, если честно. У меня такая паника была в этом ринге. Почему? Потому что мне же нужна свобода, а у меня этой свободы не было. И мне нужно было из вот этого маленького кусочка стать свободным, да. Ну и еще я не имел права находиться возле канатов, потому что Анатолий Николаевич сказал, что нельзя. Должна быть средина, то есть вот средина, средина, средина. То есть ты там ушел, сместился, перешагнул, средина. Ты занимаешь средину. Там разогнался чуть-чуть, походил, походил, походил. И знаете как, шире, 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 уже, 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 уже. Ну, то есть вот такую... Это я задачу старался выполнять, задачу, которую он, Антолий Николаевич, передо мной ставит. Ты, не помню сейчас в каком раунде, но все-таки пропустил. Четвертый, конец четвертого раунда. Последние 10 секунд, я сейчас помню. Удар Мурата Гассиева, как ты его прочувствовал? Вкл-выкл. Был выкл все-таки. Вкл-выкл, да. Ну, это знаете как... Знаете, что я больной, я подумал, о чем я вообще подумал в тот момент. О, держу. Ну, типа банку. А потом думаю, ну, наверное, повторять не надо. Ну, то есть это, знаете, такое было, наверное, легкое расслабление. Я не знаю, как это можно назвать. Хотя я вроде весь поединок был, ну, так, сосредоточен. Ну, вот так вот. Поймал один, да. В четвертом раунде, последние 10 секунд. Тун-тун-тун. Они отзвучали. Бам. Потом он кинулся, я его провалил, развернул, чуть-чуть подождал. Все. Все честно. Все справедливо. Пару раз казалось, что в ринге ты о чем-то говорил с Муратом. Было такое? Да, я разговаривал с ним. О чем? Ну, когда он бил меня ниже пояса, ну, там, в бедро, еще как-то. Я попросил его, говорю, Мурат, зачем ты это делаешь? Ну, не надо этого делать. Ну, он так плечиками пришел, он говорит, извини. Ну, я не думал, что это было намеренно, да. Но, тем не менее, да, я с ним разговаривал. Последние раунды, буквально, последний раунд, когда уже все видели, что происходит. И вот этот момент, когда ты, как бы, на публику, не знаю, на публику ли ты это играл, так, на ножках пританцовывал чуть-чуть. На Мурата ты это пытался действовать, или просто это такой кураж, кайф был? Нет, это внутри, это куражик. Анатолий Николаевич сказал, надо куражик, куражик, чтоб ты поймал куражик. Выходи, работай, выполняй то, что тебе, ну, то, что надо. Вот. Кайфуй. У тебя были до боя мысли, разговоры в команде, что могут неправильно посчитать Москва? У нас этих разговоров не было в команде. У нас единственные разговоры были о том, чтобы быть настолько подготовленным, чтобы даже не дать шансов о том, чтобы неправильно посчитать. Вот о чем у нас были разговоры. Мы, знаете, не думали о том, что что же нам нужно сделать для того, чтобы правильно посчитали. Нам нужно просто хорошо подготовиться, и как мой первый тренер Лапин Сергей Юрьевич говорит, быть на две головы выше, чтобы даже не дать повода для неправильного подсчета. Ну, я так понимаю, задачи, задачи, так скажем, к досрочной победе не было. Надо было задача просто выигрывать каждую минуту, каждый раунд. Конечно. Задача выигрывать каждый раунд. Что слышал? Во время боя. Анатолий Николаевича, публику. Анатолий Николаевича слышал. Что кричали, поддержку какую-то, что слышал? Да, поддержку слышал, когда вот люди болели, кричали. Василия слышал и Анатолия Николаевича слышал. Анатолий Николаевича слышал четко и старался выполнить все. Чтобы он не кричал, чтобы голос не срывал, то есть, чтобы спокойно был. Как получилось обвешаться четырьмя поясами и поднять кубок? Это нелегко? Они помогали. Один даже не могли подцепить. Кубок такой тяжеловат. Знаете, когда закончился поединок, они начали обвешивать поясами. У меня так, я выдохнул. Но выдохнул, потому что, ну, действительно, так думаю, о, тяжело. Ну, так оно, знаете, как-то так вниз тебя давит. Думаю, ого, ничего себе. Думаю, надо быстренько пофоткаться и отдать, всем раздать, чтобы свободно стоять. Ну, выглядит, да-да, как доспехи такие. Ну, тяжело их надо и тут держать, и тут висеть, и здесь застегнули. Не могу не спросить. Батя в здании. Анатолий Николаевич же был в здании. То есть это привет ему? Да. Хорошо. Пару моментов еще касательно до боя. Я присутствовал перед взвешиванием, когда оставалось несколько минут. Как аппетитно. Ты рассказывал Андрею Борисовичу, как ты будешь есть черничный маффин. Спросил у него, в общем, думать об этом и говорить можно? Он говорит, рассказывай. Вот сколько ты вообще сбросил за последние дни реально килограмм? И вот это вот состояние перед взвешиванием, когда, наверное, очень хочется есть? Да у меня еще там за сутки было где-то 3,5-4 килограмма. Но это напитые, но это вода была, да. За 25 часов до взвешивания я не ел, не пил, да. Мне так хотелось черничный маффин с черным чаем, с таким сладким, с кубчиком. Вот не знаю, вот так мне этого хотелось. Но я когда уже взвесился, попил воды, мы поехали покушали, еще попил, потом там прошло два часа, еще поел. И когда мне уже вечером принесли маффин, ну, к сожалению, не было черничного, я отломал кусочек, съел. Ну, у меня уже не было того удовольствия, так как я рассказывал. Но если бы я его сразу пробовал, то, наверное, я бы получил такое эстетическое удовольствие от этого вкусненького пирожка. А потом я так уже, знаете, как-то, когда я уже поел, когда я уже стейк умолол, там, пасту. Так. Какой твой вес был в бою? Я думаю, что где-то около 94-93,5. Как тебя поздравляла семья? Дети, жена, мама? Супруга была там, она очень довольна была, она зашла в ринг. Она, знаете, я видел, что она действительно переживает, что она уже тоже устала от этого вот напряга, потому что об этом разговаривают уже, ну, столько, все что-то говорят. Вот ты переживаешь, ты не переживаешь. Она уже до меня подошла и говорит, так я так устал от этих всех разговоров. То есть видно было, знаете, эмоциональный спад такой. С мамочкой я поговорил, конечно, мама не поехала туда, ну, в Москву, потому что, ну, это было, наверное, это моим желанием было, чтобы она не ехала, потому что я видел, как она переживала в Риге и вообще на всех поединках. Но, знаете, когда она говорит, а я совсем не переживала, зря ты меня не взял. Я говорю, а смотрела бой, она, скажи, не слухала. Ну, то есть она не смотрела, все смотрели, она сидела где-то на улице, потому что, ну, там, в деревне там дядька ставил телевизор там или что-то. Не, не слухала. Да, Лиза, доченька, мне позвонила, она довольна. Она спрашивает, где кубок. А пацаны просто хотят меня видеть уже. Им без разницы на какие-то кубки, им нужен папа. Ты на пресс-конференции сказал, что посвящаешь эту победу отцам. Расскажи подробно. Да, я говорил, что я посвящаю эту победу отцам. Я очень люблю свою маму, очень ее уважаю, но ту роль в жизни, которую сыграл мой отец, да, Александр Анатольевич, его уже нету. Он даже не дождался меня с Олимпиады. Но он был инициатором, чтобы я пошел и занимался этим великим видом спорта. Он мне говорил, что у тебя получится, что нужно вот нарабатывать то, то. Мне так интересно было все, я говорю, слушай, ты занимался борьбой, рассказываешь, что надо делать в боксе. Он так молча ничего мне не говорил, потому что мы умные дети, мы все знаем, а они старики, они ничего не знают. Сейчас, спустя много лет, когда у меня есть мои дети, думаю, да, Саня, какой же ты все-таки глупец, что ты тогда так думал. Он был инициатором того, чтобы я пошел на бокс. Еще один отец, это Лапинский Юрьевич, который взял меня, который научил. Антон Николай Ломаченко, который там в дальнейшем. И вот все те люди, которые появляются в моей жизни, которых Боженька мне подсылает или нас соединяет, вот они вносят очень большой вклад не только в развитие меня как спортсмена, и как человека. Я общаюсь с ними, я учусь от них, они старше меня значительно, они опытней. И когда я смотрю, какие поступки, какие вещи они делают по жизни, я задумываюсь о том, что вот надо созидать, надо строить. Потому что все остальное это такая мишура, которая вот уходит и забывается. А когда ты строишь, когда ты что-то оставляешь, но молчишь об этом, не кричишь. Вот это есть любовь, это есть Бог. Да, и я посвящаю эту победу отцам. Что дальше? Большие планы, но хочешь размешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Я говорил о том, что когда я завоюю все пояса в крузервейте, мне бы хотелось попробовать себя в хеви-вейте. Так вот, наверное, я попробую себя в хеви-вейте. Сейчас мы очень грамотно должны подойти к этому, обговорить с компанией и с моей командой, как правильно сделать этот шаг, с чего начать. Нужно ли нам оставаться в крузервейте и с кем еще боксировать, для чего это делать и имеет ли это смысл. Так что сейчас, конечно, хотелось бы не рубить с плеча и хотелось бы, знаете, отдохнуть, восстановиться и плавно выйти из вот этого такого жесткого сбора, там, где я себя сжигал. И восстановиться и продолжить тренировки, потому что я действительно хочу продолжить тренировки, которые я делал. Я хочу вернуться в зал и вдосконаливать себя. Сейчас фигурирует фамилия в прессе Тони Беллио. Если этот бой состоится, на мой взгляд, это сейчас идеальный вариант был бы во всех смыслах. Он состоится в крузервейте или хэви-вейте? Это надо уже спрашивать, наверное, у него или у менеджеров наших, у промоутеров, как они будут договариваться. Абсолютно мне не нравится. В крузервейте, значит, мне придется не кушать дополнительную порцию макарон. Если в хэви-вейте, я буду кушать дополнительную порцию макарон. Мне кажется, в хэви-вейте вообще отлично. Вот это будет таким одним первым шагом. Но ты хочешь этого боя? Конечно. Конечно. Мне хочется этого поединка. Тони очень с уважением высказывался обо мне. И я два поединка, которые он буксировал с Хэем, я два поединка топил за него. Но в первом, я уже говорил об этом, я топил за него, но мне почему-то были сомнения в его победе. Но он сильный парень и доказал это. А во втором поединке я вот прям... Вообще у меня никакого не было сомнения, что он победит. И плюс, что я еще за него топил. Спасибо. Удачи тебе в будущем. Хорошо отдохнуть. Спасибо. Спасибо.